Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специального интервью. Меня зовут Евгения Августина. Ежегодно в России пропадают несколько десятков тысяч человек. Их поисками занимаются сотрудники полиции, спасатели, волонтеры. Как они взаимодействуют между собой. Об этом мы сегодня поговорим с Екатериной Евгеньевной Герой Семенко, начальником отделения уголовного розыска, и Иваном Александровичем Арчаковым, начальником аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Предлагаю начать со статистики. Екатерина Евгеньевна, сколько человек в этом году пропало в Одинцовском округе? За 9 месяцев в Одинцовский городской округ поступило более 600 сообщений о пропавшем без вести. Большинство из них найдены. Сейчас ведутся непосредственно поиски двух пожилых мужчин. Мы хотим попросить граждан, чтобы они обратили внимание на ориентировки, которые сейчас они видят на экранах. И если что-то вам известно о них, пожалуйста, позвоните на телефон 112. Разыскивается Афонин Александр Васильевич, 61-го года рождения. 25 сентября ушел в неизвестном направлении. Приметы. Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза голубые. Был одет в черную балоньевую куртку с капюшоном, темно-синий джемпер в белую полоску, черные спортивные брюки, черные сланцы. Нуждается в медицинской помощи. Разыскивается Анташкевич Юрий Емельянович, 38-го года рождения. С 14 сентября его местоположение неизвестно. Приметы. Рост 187 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в бежевую рубашку, бежевые штаны и черные кроссовки. Нуждается в медицинской помощи. Когда нужно бить тревогу, если там, например, родные предполагают, что их близкий человек пропал? Нужно ли ждать какое-то время перед тем, как обращаться в полицию? Ну, такое понятие существует трое суток. Точнее, его не существует. Все просто думают, что после истечения трех дней нужно приходить в полицию и писать заявление. Это не так. Как только вы почувствовали, что с вашим близким, родственником, другом что-то произошло, то вы можете уже в эту минуту позвонить, либо прийти в отдел полиции и сообщить об этом. Иван Александрович, насколько я понимаю, в Одинцовском округе недавно было создано аварийно-спасательное формирование, которое в том числе занимается поиском людей. Правильно? Да, только потерявшихся в природной среде. Вы ограничены именно этим. А вот скажите, пожалуйста, как сообщение о том, что человек потерялся, попадает к вам? Сообщение поступает, опять же, во второе наше предразделение, Едино-дежурно-сепетчерская служба, которая входит в Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа. По единому номеру 112. И оттуда уже оператор, опрашивая заявителя, собирает о нем всю информацию необходимую, возможно, определяет координаты, если он позвонил самостоятельно, а не его родственники. И после этого рассылает уже всем взаимодействующим службам. Это такие, как у МВД России по Одинцовскому округу, 7-й пожарно-спасательный отряд, Центр управления в кризисных ситуациях, МЧС России по Московской области. В том числе пожарно-спасательные подразделения МОСОБЛ, ПОШИСПАСА, в лесное хозяйство, в центральную районную больницу также поступает сообщение. И, естественно, оно поступает и нам. Каким образом вы начинаете действовать, когда вам поступает сообщение о том, что человек потерялся в лесу, например? Ну, после того, как сообщение рассылается всем взаимодействующим службам, от управления МВД России по Одинцовскому округу, всегда выступает координатор поисков. Он же руководитель этих поисков. И только по его распоряжению, согласовав, мы выезжаем на потерявшегося человека. Екатерина Евгеньевна, а кто в целом участвует в поиске пропавших людей? Ну, вот, как Иван Александрович сказал, в несколько служб у нас поступает информация. И для того, чтобы мы друг другу не мешали, мы должны наши действия согласовать. Для этого существует руководитель поиска, который собирает всю информацию и уже определяет те силы и средства, которые в зависимости от ситуации будут принимать участие. Мы очень плотно и практически на каждом поиске взаимодействуем с Центром поиска пропавших людей, поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт», где есть специалисты, которые помогают нам в сборе информации, если человек потерялся с телефоном. И после уже той информации, которую мы собрали, мы либо спасателей привлекаем, либо человек в соответствии с указаниями выходит самостоятельно из леса. Это самый удачный вариант. Туда вообще уже службы не выезжают, а уже там работает полиция, принимается заявление, что с человеком все в порядке, и все, и на этом все заканчивается. А вот так, если говорить опять по статистике, при каких обстоятельствах чаще всего люди пропадают? Вот мы уже так поговорили немножко про природу, пошли в лес за грибами, заблудились, не сориентировались. А какие еще ситуации чаще всего встречаются? Ну, в основном, конечно, ситуации связаны с несчастными случаями и ситуацией, когда просто не сообщили о своем местонахождении. Выключился телефон, ехали с работы, отключился телефон, сел, батареи. И близкие начинают уже переживать и сообщают об этом. Это, конечно, наиболее частые такие случаи. Есть ситуации, когда ребенок загулялся, заигрался, тоже родители переживают, сообщают в полицию. Если ребенок загулялся, а родитель сообщил, вот этот вызов, скажем так, будет считаться, это обращение, будет считаться как ложное обращение? Нет, конечно. То есть можно не бояться, можно с ним обращаться? Нет, бояться ни в коем случае нельзя. Естественно, нужно сначала принять меры к поиску, ну, позвонить в те места, допустим, если он ушел к другу, к подруге, там, да, в секции там не пришел. Естественно, с этих мест, наиболее вероятно, где он может находиться, можно начать. И потом уже обязательно нужно сообщить в полицию. Можно сделать один телефонный звонок на 112, и также можно прийти, можно сделать и то, и то. Чем быстрее вы сообщите, работа начнется после этого сообщения сразу, незамедлительно. Иван Александрович, а что должен знать человек, который отправляется в лес, вот чтобы не стать частью той печальной статистики по грибникам? Ну, нужно соблюдать элементарные правила, да, при походе в лес. В первую очередь, конечно же, взять с собой мобильный телефон, убедиться в его полной зарядке. Обязательно с собой надо брать хотя бы фонарь элементарно, спички или зажигалку. Если человек принимает лекарства какие-то постоянно, без них, как бы, в лес тоже идти нельзя. Если на случай поиски затянутся, вот, желательно родственникам или друзьям предварительно сообщить о том, куда он собирается, чтобы, даже если у него телефон сядет, он не сможет самостоятельно по зоне 112, они смогли хотя бы приблизительно сказать, где он может находиться. То есть, вот эти нехитрые правила, на самом деле, могут уберечь человека от большой беды, правильно? Да. Конечно, нужно собираться так, чтобы на тот случай, если вдруг вы потеряетесь, и чтобы вы могли какое-то время до прибытия к вам помощи, в безопасности находиться. То есть, вода, еда какая-то, ну, вот прям какая-то шоколадка, которая поможет продержаться несколько часов до прибытия помощи. Екатерина Евгеньевна, вы сказали, да, что в поиске также активно участвуют и волонтеры. Расскажите, пожалуйста, как много в нашем округе волонтеров, кто эти люди, вот, ну, как правило, что их заставляет присоединиться к добровольцам в поиске? Ну, у нас на территории Одинцовского городского округа большое количество добровольцев, и приезжают и не только с Одинцовского округа к нам, а и из других районов. Недавно у нас был поиск, когда рядом с Одинцовским городским округом проходили учения, где собраны были добровольцы со всей России, и они прям со своих практических занятий поехали на реальный поиск, и вот за одну ночь мы, можно сказать так, всей России нашли быстро парня, который пропал. Я так понимаю, что все заинтересованные в поисках людей службы участвуют в учениях. Иван Александрович, насколько наши спасатели часто, ну, скажем так, тренируются быстро находить людей? Да, у нас уже неоднократно проходили совместные учения с другими службами. Чаще всего это с УМВД, с привлечением добровольцев, с поисковоспасательного отряда Лизалерт. Также с вертолетного поисково-спасательного отряда Ангел прошли уже несколько выездных тренировок в лесу, где отрабатывали именно на практике методы поиска людей, потерявшихся в природной среде. Последняя такая выездная тренировка прошла 17 сентября. То есть прямо вот буквально недавно. Буквально, да, недавно. Успешно? Успешно, многому научились. Слава Богу, но будем надеяться, что все-таки не так часто эти знания будут требоваться. Мы с вами уже частично поговорили о том, что делать, если вдруг ребенок вовремя не пришел домой. А что делать, если человек пропал, не объявляется, взрослый, сразу бежать в полицию, пытаться как-то самостоятельно найти. Что делать, когда делать? Ну, я уже говорила о том, что необходимо начать с того места, где последний раз был пропавший. Потом необходимо уже позвонить на телефон 112, либо прийти непосредственно в отдел полиции территориальный. Ну, в отдел полиции можно прийти в любой. Можно по месту жительства, можно в тот отдел полиции, где предположительно человек потерялся. То есть в любом отделе полиции обязаны принять заявление, независимо от того, кем вы являетесь пропавшему. Не обязательно быть его родственником. И не обязательно даже иметь его фотографию. Но, конечно, граждане должны понимать, чем больше они расскажут и принесут фотографии, тем быстрее и больше шансов будет на скорейшие поиски. И потом уже начнется работа после того, как в полицию поступило это сообщение. Родственникам стоит уходить на задний план или могут также активно участвовать в поиске наравне с волонтерами? Ну, тут все будет зависеть от ситуации. Родственники, конечно, могут в зависимости от своих возможностей какую-то помощь оказать. Им нужно об этом сказать, что они могут сделать. Это все будет зависеть от того, в каких условиях потерялся человек, при каких обстоятельствах. Конечно, не нужно бежать в лес. Если пропал ваш близкий в лесу, не надо за ним бежать, тем более одному в этот лес. Ни в коем случае. Если вы можете физически пойти в лес, то вы обязательно будете включены в состав группы поисковой со старшим. И уже можете таким образом помочь. Кстати говоря, почему люди теряются в лесу? Идут в какие-то незнакомые места или какая-то дезориентация происходит в пространстве? Ну, в основном, да. В основном это приезжие москвичи, которые не так хорошо знают наши леса. Они там теряются. Но и очень много случаев, когда люди заходят даже в более-менее знакомый лес. Но, тем не менее, не то что теряются, они могут выбраться из бурелома. То есть, с одной стороны, бурелом, с другой стороны, какое-то болото. И вот в таких ситуациях тоже приходится реагировать, выезжать и помогать выбраться. А сколько спасателей готовы отправиться на поиск людей? В аварийно-спасательном формировании ежедневно на смену заступает три спасателя. То есть, ежесуточно вы готовы в любое место Одинцовского округа отправиться на поиски? В любое место Одинцовского округа. Ну, и мне кажется, стоит закончить нашу сегодняшнюю программу советами. Что делать, чтобы не оказаться в числе пропавших без вести? Вот, подытожим немножко, говорили сегодня об этом много. Какие правила безопасности стоит соблюдать? Конечно, нужно чаще общаться с вами близкими, знать, где находится ваш ребенок. Сейчас очень много средств, с помощью которых вы можете определять местонахождение вашего ребенка. И также это касается и пожилых родителей и родственников. С помощью операторов сотовой связи это можно делать и с помощью различных приложений. Если ситуация произошла в лесу, то есть человек потерялся в природной среде, как только он понял, что он потерялся, он должен сразу же, оставаясь на месте, немедленно позвонить по телефону 112. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин